Киевляне не получают компенсацию за проезд после закрытия метро. Почему и что делать? После закрытия ряда станций столичного метрополитена и ограничения движения по синей ветке на фоне угрозы подтопления, киевлянам пообещали компенсировать оплату проезда путем возвращения поездок. Несмотря на это, некоторые из пассажиров до сих пор ничего не получили. РБК Украина, проект Esteller, рассказывает, работает ли на самом деле система компенсации поездок, и что говорят по этому поводу власти, с чего все началось. 15 декабря 2023 года сервис для жителей столицы, Киев Цифровой, сообщил на своей странице в Facebook, что город будет компенсировать оплату проезда из-за ремонта в метро, с понедельника, 18 декабря, заработает система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро, Лыбицкая, отметили в сообщении, уточнялось, что проезд будет стоить не более 8 гривен, то есть стоимость останется такой же, как до ремонта синей ветки метро, город компенсирует проезд во временных маршрутах второй, 60, 43 и дополнительные поездки в метро на синей ветке. К примеру, если воспользоваться автобусом второй с Теремков, до Лыбицкой, а затем доехать в центр на метро, то одна из двух потраченных поездок вернется на карту, пояснили в сервисе. Речь шла о том, что даже за две или три вынужденные пересадки, пользователи должны были бы оплачивать только одну поездку. В то же время уточнялось, что для того, чтобы компенсация сработала, время в пути не должно превышать двух часов. В заключении киевлянам объяснили, что компенсация действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов, созданных с поездок, карту нужно валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки. Как обычно, поездки за вынужденные пересадки возвращаются на карту в следующие сутки. Компенсация будет действовать до тех пор, пока будет продолжаться ремонт между станциями «Демиевская» и «Лыбицкая». Сообщение в соцсети «Скриншот» facebook.com касая черта Киевдигитал закрывающая круглая скобка «Суть проблемы». Несмотря на данные киевлянам обещания, система компенсации поездок заработала не для всех. В комментариях к сообщению «Киев цифровой» некоторые пользователи жалуются на несовершенство системы и делятся собственным опытом. Добрый день. Мне не приходит компенсация при пересадке с «Теремков». Что мне делать? Приветствую. Как осуществляется возвращение? Потому что поездки уменьшаются и не возвращаются. Добрый день. Начиная с 25-ти, 12-ти вернулась одна поездка, и все. Комментарии пользователей. «Скриншот» facebook.com касая черта Киевдигитал закрывающая круглая скобка. Люди рассказывают, что регулярно покупают QR-билеты, но через несколько дней они заканчиваются и никакой компенсации не поступает. «Точка». В приложении четко видно, когда и как заканчиваются билеты. «Скриншот» РБК Украина, Киев цифровой, реагируя на вопросы людей, просят предоставить номер транспортной карты для проверки актуальной информации, некоторым поездки возвращаются уже вскоре, некоторым, чуть позже, следует признать, что операторы чатов работают достаточно оперативно и общаются с пользователями спокойно. Благодарят за обращение, извиняются за досадную ошибку, сообщают, что, передали информацию коллегам, обещают вернуть недостающую поездку или поездки. В ближайшее время, признают, что прилагают усилия, чтобы сделать цифровой город лучше, что говорят власти. В ответ на запрос РБК Украина, коммунальное предприятие, главный информационно-вычислительный центр, являющийся исполнительным органом Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевского городского совета, сообщило, что, жало по невозвращении зарегистрированных поездок от пользователей, пассажиров, не поступало, автоматизированная система учета оплаты проезда, АСОП, работает в штатном режиме, никаких технических проблем с возвращением пассажирам зарегистрированных поездок не обнаружено. В ГИВЦ уточнили, что компенсация стоимости поездок путем выплаты гражданам средств не происходит. Вместо этого возвращаются зарегистрированные поездки, кроме первой. К сожалению, не все пассажиры понимают содержание решения и не соблюдают установленных этим решением требований, добавили в коммунальном предприятии, там также отметили, что, вопрос о введении альтернативной оплаты проезда на временных маршрутах, вне их компетенции, может быть решен исключительно Киевским городским советом, как вернуть использованные поездки. Согласно информации ГИВЦ, по состоянию на 3 января 2024 года пассажирам, которые использовали для оплаты проезда на определенных маршрутах транспортную карточку, зарегистрированную в АСОП, было возвращено 203 386 поездок, если вам известно о случаях невозврата пассажиру зарегистрированных поездок, просим проинформировать КПГ и ВЦ об этом, предоставив подробную информацию о номере такой транспортной карты, подчеркнули в информационно-вычислительном центре, вся необходимая пользователям контактная информация содержится на официальном портале ГИВЦ. Контактные данные ГИВЦ, скриншот, jog.kifcity.gov.ua, кроме того, для возвращения поезда к гражданам можно воспользоваться социальными сетями, страницей КПГ и ОЦК МР в Facebook, страницей «Киев цифровой» в Facebook, каналом «Киев цифровой» в Telegram, если у вас есть приложение «Киев цифровой» на смартфоне, связаться с операторами чата для решения проблемы можно через него. Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве затапливает еще одну станцию метро. Читайте также, закроют ли новые станции метро в Киеве в ближайшее время.